Этот выпуск мы посвятим чему угодно, но только нелегковым автомобилям. Начнём с компании Solar's Ford, которая первой в коммерческом сегменте предложила подписку на Ford Transit. Напомним, что под этим словом подразумевается долгосрочная аренда автомобиля со штатной телематикой, а в стоимость контракта включены страховки, круглосуточная техподдержка, обслуживание и ремонт у дилеров. Подписчику предстоит платить только за топливо, мойки и шины. Что по ценам? Пресс-офис приводит в пример фургон ценой 2 миллиона 373 тысячи рублей, который при аренде на 5 лет обойдётся в 46 тысяч рублей в месяц, но при этом годовой пробег ограничен 10 тысячами километров. Другой сценарий посмотрим в фирменном конфигураторе. Самый дешёвый фургон со средней базой, который есть у московских дилеров, ценой около 2,5 миллионов рублей, при аренде на 1 год и более реалистичном пробеге в 30 тысяч километров обойдётся более чем в 80 тысяч рублей в месяц. Ульяновский автозавод ещё в прошлом году предложил подписку на Патриот. С весны услуга расширена на весь модельный ряд, включая буханку, а теперь тему современных онлайн-сервисов продолжает УАЗ Коннект. Так ульяновцы назвали комплекс штатной телематики, разработанной партнёрской компанией Seacars. Её базовые функции ориентировались на коммерсантов. Дистанционное получение данных о техническом состоянии, уровне топлива в баке и местоположении автомобиля с точностью до метра, запись истории поездок и анализ телевождения. Теперь же расширенная версия адресована частникам. Мобильное приложение позволяет дистанционно запускать двигатель зимой. Пока что телематику предложили только для патриотов и пикапов с автоматической коробкой, произведённых после 1 декабря 2020 года. Но впоследствии УАЗ Коннект внедрят и на машины с механикой и расширят функционал. И совсем необычная новость из набережных челнов. Известный в узких кругах трейсер, то есть паркурщик Евгений Арчи Араян, который недавно завоевал бронзу самого престижного мирового соревнования по фрирану Red Bull Art of Motion, приехал на базу гоночной команды Камазмастер, чтобы снять необычное видео. Арчи сыграл образцового сотрудника, который так спешит на рабочее место, что преодолевает немыслимые препятствия. Прямо в ходе тренировок Евгений Араян придумал новые комбинации известных трюков, которые даже называются диковинно. Двойной буллет с двухметровой высоты, 360 фронтфлип на грузовик в движении, Кинг-Конг на 100-килограммовых движущихся шинах. Другие действующие лица — это реальные сотрудники Камазмастера, включая её руководителя Владимира Чагина, который выступил в привычной роли строгого, но справедливого босса команды. Субтитры создавал DimaTorzok